всем привет на связи силы украин когда человек слышит словосочетание швейцарский нож он уже мысленно в голове раскрашивает этот складной ножичек в красный цвет и наносит на него эмблемку в виде крестика в этом видео я расскажу вам о том какие швейцарские ножи викторинокс есть у меня и для чего я их использую в нашей семье используются пять ножей викторинокс к сожалению на столе вы видите только 4 5 затерялся в одном из рюкзаков и в общем то нужно его немного поискать он максимально похож на вот этот и давайте наверное начнем наш обзор именно с него это викторинокс центурион это самый мой первый швейцарский нож который прослужил мне верой и правдой уже 20 лет и продолжает служить пережил он со мной просто огонь и воду кучу путешествий судя по всему наверное свою даже первую бутылку пива я открывал именно этим ножом когда мне было 10 дедушка привез его из швейцарии и презентовал мне 111 миллиметров размер ножа это так называемый солдатский нож давайте посмотрим что у нас есть во первых это основное лезвие довольно здоровая которая фиксируется у нас на замочек liner lock как видите и еще тут внутри присутствует у нас два инструмента это открывалка для пивных бутылок комбинированная с со здоровой такой ломовой шлицевой отверткой и это открывалка для консервных банок на который присутствует совершенно небольшая шлицевая отверточка на обухе у нас отвертка philips а также солдатское шило без отверстия темлячок докупался оригинальный викториноксовский темляк кстати обратите внимание цветные темляки довольно быстро пачкаются и становятся некрасивыми поэтому рекомендую вам все-таки покупать черненькие этот нож вы уже видели на канале в видео по уходу за ножами викторинокс на том виде у него было совершенно ушатанное лезвие и мне слава богу его удалось привести в порядок я отдал его мастеру лезвие заполировали и теперь оно стало намного лучше как я его использую сейчас он ездит у меня в автомобиле как правило на всякий случай тем не менее он очень долгое время прослужил мне именно и дисси ножом когда я ничего не знал о снаряжении и вообще термина и дисси не знал просто пользовался им с 10 до 20 лет следующий ножичек это офицерский викторинокс и человек который мне его продал утверждал что это довольно винтажная модель как вы видите редко сейчас можно встретить такие накладки то есть в основном они глянцевые и красные здесь накладка шершавенькая и имеет немножко другой цвет ближе к бордовому наверное покупка этого ножа была спонтанной тем не менее он использовался мной как вспомогательный сейчас он у меня лежит в моем маленьком и дисси подсумке давайте посмотрим что же у этого малыша внутри открывалка для консервов с маленькой шлицевой отверточкой и открывалка для бутылок со шлицевой отверткой побольше и инструментом для снятия изоляции кстати в центурионе такой инструмент тоже есть как видите нож этот тоже двухрядный здесь у нас пилочка для ногтей и основное лезвие можете рассмотреть маркировочки как по мне вот это вот пилочка для ногтей в этом инструменте совершенно не нужна хотя бы потому что в нем нет ножниц здесь у нас идет уже офицерское шило с отверстием почему я называю его солдатским и офицерским просто как правило в солдатских больших моделях в шиле отсутствует отверстие а в офицерских оно есть второй инструмент здесь это штопор этот нож живет постоянно у меня в моем и дисси наборе в под сумочке в качестве вспомогательного ножа да конечно я гоняю постоянно с таким крупным ножом вот с таким крупным мультитулом но если вдруг захочется выпить винишко то с этими ножами я буду открывать бутылку об дерево ставь большой палец вверх если знаешь как это делается и делал это хотя бы раз а здесь есть прекрасный штопор и кстати для открытия бутылки вина вместо вот этого вот вот этой пилочки для ногтей очень удобно было бы иметь тут маленькое лезвие такого же размера вспомогательное лезвие как бывает в других вексах темлячки я купил не для всех ножей но над этим еще работаю следующий нож это уже многорядный многофункциональный нож от викторинокс и этот нож анин она его использует в качестве и дисси ножа для города носят его каждый день в дамской сумочке или в поясной сумке известный более как бананка давайте посмотрим что у нас здесь есть опять-таки открывалка для консервов со шлицевой маленькой отверточкой открывалка для бутылок с инструментом для снятия изоляции и шлицевой крупной отверткой далее у нас тут отвертка филипса и как и данный инструмент она сделана двухпозиционный кстати в центурионе точно также она устроена а вот в этом маленьком офицерском ножике нет отвертка филипс то есть можно под углом что-то крутить можно разложить его полностью далее у нас здесь есть увеличительное стекло или лупа мелочь а приятно конечно же ножницы девушки обязательно нужны ножнички викториноксевские ножницы режут ногти прекрасно и в принципе справляются с разными несложными бытовыми задачами далее идет у нас основное лезвие опять-таки можете рассмотреть маркировки и вспомогательное лезвие и вот тут вот как раз бы они наверное бы больше понравилось если было все-таки пилочка для ногтей хотя с другой стороны винишка тоже удобно открывать этим маленьким ножичком а потом штопором данный нож наиболее новый поэтому вот здесь вот под штопором на накладке расположено отверстие которая предназначена для установки сюда булавки естественно оригинальные викториноксов скей булавки следующий инструмент который мы здесь имеем это вот такой вот крючок многие не знают для чего нужен но им удобно носить разные тяжелые кульки например пакеты как вы думаете зачем военнослужащему носить пакеты наверное не очень это нужно с другой стороны цинк с патронами какой-то тяжелый с проволочной ручкой которая врезается вам в руку на удобнее подхватить вот таким вот крюком и понести на ножи конечно же шила с отверстием следующий викторинокс который я вам покажу появился у меня относительно недавно используют со мной чаще всего как вы видите он имеет уже четыре или даже пять рядов кучу инструментов и является из всех моих виксов наиболее многофункциональным его можно уже назвать даже не складным многофункциональным ножом а полноценным мультитулом традиционная открывалка для консервов комбинированная со шлицевой отверткой двухпозиционная открывалка для бутылок со шлицевой отверткой и инструментом для снятия изоляции далее нас идут вот такие вот плоскогубчики небольшие очень удобная вещь и несколько раз она меня так хорошенько выручала что же у нас дальше ножницы викториноксовские ножницы на пружинке прекрасная вещь далее у нас идет такая зубастая классная пила по дереву продолжает наш ножевой парад вот такой вот напильник двухсторонний здесь он меньше здесь крупнее комбинированном с чем-то похожим на пилу по металлу но предостерегая вас от использования этой поверхности в качестве пилы по металлу потому как можете ушатать поверхности напильников и они придут в негодность лезвие основное маркировочки и лезвие вспомогательное на обухе у нас находится шило с отверстием такая маленькая шлицевая отверточка скорее всего ее засунули потому что не знали что засунуть сюда еще еще одна шлицевая отверточка которая довольно классно заточена и ее использовать можно как маленькую такую стамесочку далее у нас идет штопор и сюда я установил вот такую вот маленькую часовую отверточку для маленьких винтов она викториноксовская тоже не покупается отдельно на этот нож я тоже хотел бы установить новые накладки для того чтобы иметь возможность вот сюда вот установить еще викториноксовскую булавку темляк тоже не мешало бы установить этот нож используется мной чаще всего в основном он ездит со мной во все командировки на рыбалке единственное что я недоволен тем что вот этим инструментом вот этими плоскогубчиками не получается зажать металлическую трубочку при изготовлении поводков а так с обрезкой всяких шнуров лески прекрасно справляется также можно удобно нарезать бутербродов напилить там спилить какую-то палку и так далее в командировках это конечно же в первую очередь подстричь ногти там может достать занозу кстати да во всех ножах викторинокс присутствует пинцет и то что часто называют зубочисткой на самом деле это просто вот такая вот пластиковая палочка чаще всего это все очень быстро теряется но без проблем можно его докупить и пинцет и зубочистку они есть в каждом викториноксе практически без исключения продуманы эти ножи я считаю просто прекрасно представьте что вы швейцарский офицер который приходит на пункт сбора и вместе с получает такой вот ножичек смотрят что у него например ремень великоват думает о хорошо берет нам сперва обрезает ремень потом достает шило расковыривает в нем дырочку нас собирает его обратно закручивает пряжку перекручивает к нему на с помощью шлицевой отвертки потом смотрится у него швейцарских часах в его швейцарских часах разрядилась батарейка они не идут он достает эту часовую отверточку прекрасно берет откручивают заднюю крышку устанавливает новую батарейку по моему отлично а потом идет еще с товарищами пить вино или пиво еще один солдатский викторинокс который у меня есть очень похож на центурион это викторинокс forester отличаются от моего центуриона он тем что в нем присутствует третий ряд в котором расположена пила по дереву а также сзади вместо отвертки на обухе там есть штопор forester я беру с собой всегда в качестве вспомогательного ножа при вылазках на природу и вот как следствие в каком-то из рюкзаков он у меня затерялся вот такая небольшая подборочка ножей викторинокс была у нас сегодня на обзоре уверяю вас что каждый из этих ножей работает и имеет свое предназначение а вы не забывайте ставить большие пальцы вверх подписываться на канал если до сих этого не сделали также неплохо бы было поделиться этим роликом в соц сетях и отправить его друзьям также можно подписаться по ссылкам в описании на наш facebook instagram и канал telegram пока